Девушки отдыхают Республики Беларусь. Причем сделку просили осуществить немедленно, прям буквально минута в минуту. Так что будьте внимательны. Насколько осторожны гомельчане, спросим у них самих. У вас интернет-мошенники когда-нибудь пытались обмануть? Да, в последнее время очень часто. А вот где именно? Где, где, где? На куфоре часто в последнее время? Нет. И никогда из банков не звонили, никогда не просили? Банков звонили. А вы что? Ничего, я не повелся. Нет, не пытались. Ну и никогда не писали, никогда не звонили из банков вам? Нет, никогда. По-прежнему активны и мошенники, которые представляются банковскими работниками. Имейте в виду, из этих структур по вайберу или ватсапу звонить не будут. Личные данные номер карты не попросят. У них и так есть вся нужная информация. Легенда была, что с моей карточки сняты деньги. И мое ли это, мое ли это в этом участие было? Вот. Я сказала нет, вот они сказали, надо заблокировать. По-прежнему живут и здравствуют старые схемы развода в интернете. Например, от имени ваших друзей, одноклассников, одногруппников приходят сообщения с просьбой помочь. Либо вы действительно знаете, что у кого-то из ваших знакомых случилось горе. И тут приходит сообщение, помогите, не хватает на похороны, на годовщину, на памятник и так далее. Конечно, первое желание это броситься на помощь. Но держитесь лучше, позвоните лично этому человеку или напишите в соцсетях. Киберпреступники люди не только технически грамотные, но и часто асы в основах психологии. А еще это не одиночки, а целые преступные группы. Иногда части участников находятся в Беларуси, остальные за рубежом. Отыскать таких мошенников весьма сложно, а порой практически невозможно. К тому же сами жертвы редко обращаются в милицию. Но делать это необходимо, даже если финансового ущерба удалось избежать. Чем больше информации о таких случаях, тем проще следователям решать проблему. Прежде всего, это наша доверчивость все-таки наших граждан. Вторая причина – это низкая финансовая грамотность нашего населения. Ну и третья причина – это, конечно, все больше и больше у нас используются в стране высокие технологии. Интернет-связь, различные интернет-площадки. Соответственно, наши преступники тоже не стоят на месте и владеют и овладевают различными способами своих преступных действий, используя в том числе данные интернет-площадки, либо интернет-ресурс. Никогда не пересылать свои денежные средства по ссылкам, приходящих вам из телеграм-каналов, WhatsApp, Viber. Всегда необходимо переходить на сайт, по которому вы работаете, только по официальным ссылкам. Желательно вручную набирать название сайта в поисковой строке, смотреть, где зарегистрирован данный сайт. Обязательно, чтобы он был на территории СКБ Беларусь. Все ссылки на территории иностранных государств должны вызывать обоснованные сомнения. Кроме этого, когда вам поступает звонок от потенциального приобретателя, покупателя, вашей вещи, которую вы пытаетесь продать, необходимо все-таки тоже смотреть, с какого телефона они звонят. Если вам звонят, опять же, посредством Viber, необходимо тоже как-то насторожиться и попытаться убедить этого человека пообщаться с вами по обычной мобильной связи, либо, желательно, по стационарному телефону, чтобы понимать, что человек находится все-таки здесь, рядом, что он не пользуется какими-то мошенничными схемами, какими-то интернет-продуктами, которые могут отослать ваш номер, либо его номер в какую-то другую государство. Кроме этого, когда вы сообщаете данные своей карты, возможно, банки предоставляют такую возможность сообщить потерпевшим лицевую сторону карты, то есть номер, который на ней указан, и срок действия данной карты, чтобы можно было эту карту перевести от третьего лица деньги на вашу карту. Но мошенники пользуются тем, что убеждают вас, что не проходят денежные средства на вашу карту, им необходима дополнительная информация. Вот здесь вы должны насторожиться. Ни в коем случае нельзя предоставлять коды, которые вам предоставляет банк. С оборотной стороны, имеется карта, имеется определенный код, который запрещено при каких-либо условиях передавать третьим лицам. Самое парадоксальное, что жертвы добровольно отдают свои деньги в руки мошенникам. Никто не заставляет номера карты, личные данные, люди сообщают преступникам, не колеблясь. Между тем, таких случаев в Гомеле в этом году уже более тысячи, гораздо больше, чем в 2019. А сколько еще жертв, которые решили пережить это без огласки? Практически во всех обманных схемах мошенники играют на наших чувствах любопытствия, жадности и страхи. Они ищут и находят способы получить данные банковских карт, электронных счетов и даже наличные деньги. Если вы считаете, что попались немедленно, заблокируйте карты и позвоните в милицию. А вообще, мошенничество в интернете будет процветать до тех пор, пока люди без оглядки будут доверять другим. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели.